ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС На кого-то доносит, чтобы либо правоохранительные, судебные органы отвлечь от правильного курса, перенаправить. То есть здесь само слово ЗАВЕДОМО, оно в принципе говорит о том, что именно к ответственности будут привлекаться те люди, которые будут использовать непроверенную, недостоверную информацию, либо надуманную информацию. Говоря простым языком, теперь власть будет рассматривать СМИ не как посредника между источником информации и обществом, а как ответственного за распространяемую ими информацию. Авторы нововведений уверяют, что это не повлияет на свободу СМИ, а сделает их более компетентными в своей работе. Тем не менее правоведы утверждают, что власть нарушает нормы Конституции и завуалированно ограничивает людей в доступе к информации. На СМИ повлияет то, что они получают информацию от кого-то, допустим, от меня, да, и как бы они заведомо должны быть уверены, совершил ли тот или иной человек какое-то преступление. Но это изначально нелогично. Как СМИ это может знать? И, соответственно, это будет препятствовать распространению среди общественности той или иной информации. По мнению самих журналистов, новые поправки скажутся на самоцензуре тружеников пера. В то же время представители СМИ задаются вопросом, зачем это нужно чиновникам. Ответ дают правозащитники. По их мнению, таким образом власть пытается заарканить и обуздать независимую прессу в Кыргызстане. Например, Алмазбек Атамбаев, обещавший во время выборов искоренить коррупцию и чиновничий произвол, не смог выполнить взятые на себя обязательства. На место старых государственных мужей теперь встали соратники самого президента, которые не сильно отличаются от предшественников. А на этом фоне уж слишком свободная пресса постоянно напоминает Атамбаеву о его предвыборных обещаниях. Ту же статью можно отнести и самому президенту, потому что за три года он наговорил такого, что во многих случаях не совпадает с реальным положением дел. Не прошло и года, как он говорил о том, что не позволит любым административным органам налагать штрафы, подвергать санкциям средствам массовой информации. Не прошло и года он повторяет то, что было. Почему он это делает? Я думаю, что это связано с приближением парламентских и в долгосрочном плане президентских выборов. Атамбаев, он понимает и чувствует о том, что доверие населения в общем к власти и лично к нему, оно падает. Похожего мнения придерживаются и оппозиционные силы. Они добавляют, что прессинг СМИ входит в часть Атамбаевского плана по удержанию власти в руках действующей политической группы. Они считают, что выстраивание новой вертикали власти под нынешнего президента может плохо кончиться. Атамбаев все больше начинает походить на своего свергнутого предшественника Бакиева. Нашему президенту уже невыгодна свобода слова, мирные собрания. И он решил вернуться во времена Бакиева. Потому что и Бакиев запрещал свободу слова, наказывал тех журналистов и те средства массовой информации, которые его критиковали и писали о нем и о его родственниках. Между тем, журналисты в недоумении. Как теперь узнать, коррупционер ли тот или иной чиновник или безгрешный ангел? Как поступить с тысячами писем в редакцию о присвоении слугами народа госсобственности и распродаже земельных участков? О вовлеченности депутатов в торговлю должностями и их связями с криминалитетом? И вообще, о чем теперь писать? Эти вопросы сегодня весьма актуальны для киргизских СМИ. Продолжение следует...